Второй день первенства России по фехтованию среди кадетов можно смело назвать сюрпризным. В полуфинал попала только одна спортсменка из первой десятки. Правда, начались соревнования с неприятных поворотов судьбы. Так, лидер всероссийского рейтинга и недавний серебряный призер юниорского первенства страны Аделина Бекбулатова получила травму в одном из боев. Потому что у меня небольшие проблемы с коленом. И когда я фехтовала за вход в 32, девочка на меня налетела, я просто неудачно ступила, а ступилась и получилось как-то неудачно. Несмотря на травму, Бекбулатова продолжила фехтовать, но до медалей она не добралась. Аделина уступила на этапе 1-8 Виталине Анащенковой. Не очень хорошо начала и прошлогодняя победительница первенства России среди кадетов Александра Сундучкова. Отжеребилась я не очень. Хотела в тройке, но очень переживала из-за турнира и первые два боя у меня не сложились. Один бой проиграла, а один бой так вела-вела, потом сбавила. Повезло, что время закончилось, я выиграла. Потом успокоилась и уже в ноль все. Пошло хорошо. Александра действительно смогла перестроиться и продолжила победное выступление уже в поединках на вылет. Уступила лишь в бою за вход в 4 татарстанской раперистке Ралине Якуповой. А бичица Сундучковой в итоге завоевала бронзу вместе с Тариной Камалдиновой. А в поединке за золото встретились две представительницы Курского региона – Влада Миронова и Полина Казаева. Домашний курский финал чуть было не обернулся бедой для хозяев турнира. При счете 7-5 в пользу Казаевой Полина подскользнулась и сильно повредила голеностоп. Но в итоге смогла вернуться на дорожку и довести дело до победного. Нога немножко болит, но все врачи говорили, чтобы я закончила, дальше не продолжала. Но пришел мой любимый тренер и заставил меня дальше фиктовать. Таким образом, по итогам личного рапирного первенства две золотые награды остаются в Курске. Также представители домашнего региона будут главными фаворитами в командных соревнованиях. Субтитры создавал DimaTorzok